Сначала чуть-чуть исторического контекста, что было до девятнадцатого века в Европе и Америке, то есть на Западе. А на Западе, в пятнадцатом, шестнадцатом, семнадцатом и восемнадцатом веках, происходил процесс индустриализации. Раньше был феодализм. Вот он, феодализм. Люди работают на земле. Феодализм. И по чуть-чуть, постепенно феодализм переходит в капитализм. Ну вот это у нас такой капитализм. Это очень-очень долгий процесс на Западе. На Западе это долгий процесс. А также происходит переход от мануфактур к фабрикам. То есть от работы руками к работе на машинах. Ну, индустриализация. И в результате этих процессов появляются новые классы. Это буржуазия и рабочий класс. То есть это хозяин. Это человек, у которого есть капитал. и он делает фабрику, делает производство. И есть рабочие, которые дают свою работу и берут деньги. И в это время на Западе, в Европе, происходят буржуазные революции. Сначала в Нидерландах, потом в Англии, потом во Франции. И это очень-очень важные, конечно, события. В Европе появляются конституции и республики. Там конституционная монархия в Англии или республика во Франции. Ну, так вот, по чуть-чуть, постепенно мы говорим пока монархия и автократия. Это на Западе, в Европе и Америке. А в России в это время, в 15-м, в 16-м, в 17-м и в 18-м веке. Что происходит? Ничего. Ничего не происходит. Россия — это автократия, монархия. В России феодализм, в России работают руками, ручной труд, ручная работа. В России нет конституции и в России нет перехода от феодализма к капитализму. И нет перехода от работы руками к работе на машинах. Этого нет, этих процессов нет в России. О революции. Буржуазная революция была или нет? В Европе были буржуазные революции. В России революции не было. В революции был эпик фейл. Помните, в 1825 году были декабристы. Декабристы хотели конституцию. Декабристы хотели конституцию и декабристы хотели... как отмену феодализма. Это, так, 1814. Вот после победы над Наполеоном декабристы подумали, ой, России нужна конституция. И они хотели революцию. И они попробовали сделать революцию. Но не получилось. У декабристов ничего не получилось. Вот. И конституции нет. А монархия есть. И весь XIX век в России нет конституции. И весь XIX век в России абсолютная монархия. И феодализм, да? Ну, ладно. С феодализмом всё более-менее нормально, потому что в 1861 году император отменил крепостное право. Крепостное право значит serfdom. Serfdom. Ну, феодализм как бы. То есть это люди, крестьяне, которые работают на земле, и они не свободные. Вот. Они не свободные. И император это отменяет. Император, кстати, Александр Второй. Александр Второй отменяет крепостное право. То есть теперь крестьяне свободные. Свободные. То есть делают, что хотят. Хотят, работают на земле. Не хотят, не работают на земле. То есть они свободные. То есть они свободные. Ага. И вот в 19 веке наконец-то процесс перехода от феодализма к капитализму начался. И процесс индустриализации тоже начался. То есть происходит переход от работы руками к работе на машинах, на фабриках. И в России тоже появляются новые классы. Это буржуазия и рабочий класс. Ну, вот эти люди, которые раньше работали на земле, а теперь они работают на фабриках. Некоторые работают на фабриках, некоторые работают на земле по-разному. Так. 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 Продолжение следует...